Люди без конца выдумывают столь невероятные объяснения происходящему в природе, словно сама она сходит с ума заодно с ними. Бенедикт Спиноза. Богословско-политический трактат. Курсив «Мой, мозги ваши». Андрей Сазонов. От автора. Эта книга является продолжением и дополнением моей книги «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам», вышедший в издательстве АСТ. «Мифов, касающихся нашего организма, его здоровья и всего, что с ним связано, к сожалению, очень много. В одной книге все не развенчать, да и в двух тоже. Многое еще осталось за рамками, но самые основные, самые распространенные мифы получили по заслугам. То есть свою порцию критики, опирающейся на научный подход. Научный подход – это самое главное. К любому новому для вас утверждению и любой новой теории надо подходить с научной точки зрения. Существует простой алгоритм, который поможет вам разобраться в научной обоснованности любого утверждения при помощи волшебника Гугла. То есть той информации, которую можно найти в интернете. Алгоритм состоит из ответов на три вопроса. Вопрос первый. Кто это сказал? Открыл, изобрел и тому подобное. Не обольщайтесь громкими титулами, потому что титулов любой эфирист напридумывает себе таких, что просто закачаешься. Названиями контор тоже обольщаться не стоит. Международная академия биорезонансного парапсихотестинга и коррекционной электропсихометрии может быть очередным филиалом незабвенных рогов и копыт. Старайтесь докопаться до сути, при желании это нетрудно. У любого научного утверждения непременно существует научный первоисточник, ученые или группа ученых, работающие в серьезном научном учреждении. Например, вы легко уточните, что учение о высшей нервной деятельности создал известный физиолог-академик Иван Петрович Павлов. Настоящий академик, заметьте, а не какой-нибудь самозванный. Вопрос второй. Есть ли возражения против этого? Если они есть, вы их без труда отыщите. Оценивайте не только возражения, но и личность возражающих. Кто они? Серьезные ученые или очередные лжедмитрии от науки? Вопрос третий. Впрочем, второй и третий вопросы можно поменять местами. Неважно. Чем это подтверждается? У любого серьезного научного утверждения непременно будет серьезное научное подтверждение. Статья в научном журнале, отчет об исследованиях, а то и монография. Вся эта информация имеется в открытом доступе и легко находится поисковиками. Вам не обязательно вникать в суть написанного. Посмотрите, кто публикует данные и где проводились исследования. А также прочтите выводы, их вы всегда поймете. И вам сразу все станет ясно. При условии, что у вас достаточно здравого смысла для того, чтобы отличить Институт медико-биологических проблем Российской Академии Наук от оздоровительного центра профессора Пилюлька Неунывайкина. И учтите, что настоящие ученые в качестве доводов, хоть подтверждающих, хоть опровергающих, выдвигают данные исследований, а аферисты и шарлатаны – свидетельства тех, кому это помогло или кого это сделало счастливым. Приучайтесь во всем докапываться до сути, и вас никто никогда не сможет обмануть. Можете считать эту и предыдущую книги по развенчанию мифов о нашем теле практическим пособием по докапыванию до сути. Мы тут, собственно, только этим и занимаемся, делая попутно множество интересных открытий. Знать правду весьма полезно – это экономит силы, время и деньги, которые можно понапрасну растратить, гоняясь за химерами. Эта книга не сделает вас богатым, разве что в смысле знаний, но поможет сэкономить на том, на чем не только можно, но и нужно экономить. Так же, как и от предыдущей книги, от этой будет польза всему – и уму, и сердцу, и желудку, и кошельку. Приятного вам прослушивания! Глава 1. Органические и химические удобрения. Что в лоб, что по лбу. Органические продукты, то есть продукты, полученные без химии и генетических модификаций, прочно вошли в нашу жизнь. Можно без какого-либо преувеличения сказать, что наш век – век компьютеризации и органических продуктов. О пользе органических продуктов знают даже дети. Поскольку органические продукты не содержат химии, то есть синтетических удобрений и модифицированных генов, то не наносят вреда нашему здоровью. Их употребление приносит одну лишь пользу – только пользу и ничего, кроме пользы. Репутация органических продуктов, выращенных на естественных органических удобрениях, на возе, торфе, зале, птичьем помете, настолько высока, что впору слагать гимн «Славься, органика наша великая» или, скажем, «Органика the beautiful». Возможно, что в этот самый момент его кто-то где-то и слагает. А что? Органические удобрения заслуживают всяческого почета и уважения. Как хорошо, что они у нас есть. Приятно сознавать, что, пережевывая пищу, состоящую из органических продуктов, мы не наносим никакого вреда своему здоровью. А то ведь под такие печальные мысли и кусок в горло не полезет. Систематически жертвуя своими кровными выходными днями и отпусками, трудящиеся офисов, салонов и торговых прилавков, роются в земле на своих дачных участках, удобряют землицу навозом и компостом, сажают проверенные семена или клубни, которых не касалась костлявая смертоносная рука генной инженерии, пропалывают, рыхлят, совершают прочие агрономические ритуалы. И все это ради того, чтобы получить для личного пользования немного чистых продуктов, без химии и вредных измененных генов. Лето нету. Как говорит одна из родственниц автора этой книги. В том смысле, что лето прошло, а отдыхать было некогда. Все свободное время отдавалось родным шестисоткам. А что делать? Ведь хочется не только есть, но и жить, то есть выжить после съеденного. Если сейчас начать перечислять поименно весь тот вред, который наносит нам обычные неорганические продукты, то целой книги не хватит. Так что перечислять мы не станем, тем более, что это и так всем известно. В нашем организме нет ни одного органа, который не поражали бы смертоносные нитраты, употребляемые при выращивании обычных неорганических фруктов и овощей, а также при получении кормов для животноводства и птицеводства. А ведь кроме нитратов есть еще и прочие добавки, одна вреднее другой. Например, фосфаты. Спросите у всезнающего Гугла, и он расскажет вам о фосфатах такое. Только на ночь не читайте, а то рискуете лишиться сна. Главный аргумент против фосфатов такой. Да они же в производстве стиральных порошков используются. Логическим путем нетрудно прийти к выводу о том, что картофель, к примеру, выращенный с использованием фосфорных удобрений, превращается в некое подобие стирального порошка. У него и вкус становится каким-то химическим. Тьфу, чур нас чур. К сожалению, далеко не все можно вырастить в климатических условиях средней полосы и тем более к северу от нее. К сожалению, далеко не у всех есть 6 соток или полтора гектара своей земли, на которой можно выращивать натуральные продукты. К счастью, к огромнейшему счастью всего передового человечества, заботящегося о своем здоровье и желающего вкушать только полезную пищу, на любой спрос бизнес откликается соответствующим предложением. Спрос рождает предложение. Это одна из главных аксион капитализма. Да, разумеется, на естественных органических удобрениях далеко не уедешь, то есть быстро сельхозпродукты не вырастешь. Это на нитратах-фосфатах капуста с картошкой растут, как на дрожжах, а на чистом навозе рост медленнее. С генной инженерией та же самая ситуация, без нее дольше и меньше. Но зато полезнее, а суть-то в пользе. Соответственно, полезные органические продукты, полученные в натуральных фермерских хозяйствах, стоят гораздо дороже вредных массовых продуктов. Так, например, органическая капуста стоит примерно в 4 раза дороже обычной. С морковью аналогичная ситуация, а вот органическая красная чечевица будет стоить в 7 раз дороже обычной. Обстоятельный мониторинг вы можете провести самостоятельно. Для этого вам даже с дивана вставать не придется, гуляйте по разным интернет-магазинам и сравнивайте, сравнивайте, сравнивайте на здоровье. Попутно вы узнаете, что большинство органических продуктов ручной работы, то есть созданы руками в прямом смысле слова, без применения каких-либо машин и агрегатов. От агрегатов этих тоже ведь ничего хорошего ждать не стоит. Руками однозначно лучше. Вот простой пример. Когда хорошо знакомая корове-доярка подходит к ней, говорит «Ах ты моя милипусенькая», угощает пучком свежей травки и начинает доить своими добрыми, ласковыми руками, корова испытывает удовольствие, и молоко от этого получается более вкусным. А то и более жирным, это смотря какая корова и смотря какая доярка. От доильного аппарата никакой ласки ждать не приходится. Он только раздражает коров своим неестественным, неприродным жужжанием, со всеми вытекающими последствиями. Так что не нужно удивляться тому, что 200-граммовая баночка правильного топленого масла стоит без малого 500 рублей. Уж больно велики трудозатраты и низкие объемы. Зато и продукт того стоит натуральный, полезный, замечательный. За все надо платить. Но продавцы органических продуктов объяснят вам, что лучше и дешевле тратиться на полезную еду, чем на лекарства и медицинские процедуры. И с этим не поспоришь, так оно и есть. Курсив мой, мозги ваши. Последнюю фразу, дорогие слушатели, следует переводить так. В печатной версии книги я выделил курсивом то, что счел нужным выделить. А вы подумайте, согласны ли вы с этим? Достоверна ли эта информация? После небольшого размышления можно переходить от курсива к прямому шрифту. А можно и сразу перейти, если вы в данный момент не склонны к размышлениям, ведь удовольствие от любого процесса мы получаем только в том случае, если делаем все так, как нам хочется. Давайте начнем с генетически модифицированных организмов и сразу же с ними закончим, поскольку все, что нужно было о них сказать, сказано в моей предыдущей мифоразвенчивающей книге, вышедшей в издательстве АСТ. Андрей Сазонов «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам». Глава 3. Вредны ли продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов? Сейчас мы поговорим об органике и неорганике. В основном об удобрениях, а также о химии, ботанике, лингвистике. Да, и о ней тоже. И еще кое о чем. Доильных аппаратов также коснемся, не без этого. Принцип этой книги таков, и курсивом, и прямым шрифтом говорится об одном и том же, но с разных точек зрения. Первым делом давайте разберемся с понятиями органический-неорганический и натуральный-ненатуральный. Разберемся, как положено умным людям, то есть без спекуляций, преувеличения и передергивания. В логичном и правильном мире знаний компасом может служить только истина. Начнем с натурального. Производители определенных продуктов используют это слово для того, чтобы подчеркнуть отличие своего продукта от других, которые при таком подходе получаются ненатуральными. Что такое натуральный? Открываем любой словарь, да хотя бы толковый словарь русского языка Ожегова, и читаем одно из значений, то, которое нас интересует, слово натуральный. Настоящий, подлинный, природный, не искусственный. Следовательно, все продукты, которые мы употребляем в пищу, априори являются натуральными. Вне зависимости от особенностей их производства, в том числе и характеристик исходного сырья. Ненатуральное яблоко – это восковое или гипсовое. Все съедобное является натуральным. Согласны? Так зачем же жонглировать словом «натуральный», подчеркивая то, что и так ясно, и особенностью конкретного продукта являться не может, так как относится ко всем продуктам в целом? Ответьте, пожалуйста, сами на этот вопрос, приняв во внимание то, что все натуральное стоит гораздо дороже ненатурального. Куи Продест спрашивали древние римляне, когда хотели докопаться до причин какого-либо действия. Кому выгодно? С натуральным мы разобрались. Давайте перейдем к органическому. Одним из значений этого слова является относящийся к организмам, принадлежащий к растительному или животному миру. Какой смысл называть свою картошку и свою говядину органическими? Происходит та же история, что и с натуральными продуктами. Вопрос – где логика? Ответ – там, где прибыль. Некоторые слушатели могут сказать, и охота автору цепляться к словам. Но называют полезные продукты органическими или натуральными для того, чтобы отделить их от вредных. И что с того? Считайте, что эти слова в наше время стали синонимами слова «полезный». На это можно возразить, что лучше и правильнее все же называть вещи и продукты в том числе своими именами. А можно и промолчать, поскольку не в словах суть. Суть в пользе. Так что поговорим о пользе. Положим на одну чашу воображаемых весов органические удобрения, а на другую – неорганические, и поглядим, какая чаша перевесит. Почему именно удобрения? Да потому что они – первопричина всей пользы. На правильных природных удобрениях растут правильные растения, которые мы с вами едим. На правильных кормах, сене, зерне и прочих вырастают правильные коровы и куры, а также козы, овцы, индюшки, гуси и прочие. Правильные коровы дают правильное молоко, а правильные куры несут правильные яйца. А начинается все с удобрений. Кстати, удобрения совершенно справедливо и научно подразделяются на органические и минеральные. Навоз – органическое удобрение, поскольку представляет собой продукт жизнедеятельности живого организма. Порошок нитрата аммония, его также называют аммиачной селитрой NH4NO3, минеральное удобрение. Немного ботаники. Обмен веществ у растений. В процессе фотосинтеза в органеллах растений, называемых хлоропластами, они находятся в листьях, на святую с участием зеленого пигмента хлорофила из воды и углекислого газа синтезируются моносахариды – глюкоза, фруктоза и другие – и кислород. Из моносахаридов, то есть простейших сахаров, представляющих собой условные стандартные блоки, затем синтезируются полисахариды, такие как целлюлоза и крахмал. Кроме фотосинтеза, растение еще и дышит, расщепляя созданные в процессе фотосинтеза органические вещества на углекислый газ и воду. При этом высвобождается энергия, необходимая растениям, как и всему живому, для жизнедеятельности. Но расщепляется только относительно небольшая часть того, что образуется в процессе фотосинтеза. Основная масса продуктов фотосинтеза используется в качестве строительного материала для роста. Формулами вас отягощать нет смысла. Для общего представления достаточно того, что сказано словами. Следовательно, для жизнедеятельности и роста растениям нужны свет, вода и воздух. Конкретно, содержащийся в воздухе углекислый газ для фотосинтеза и кислород для дыхания. Это основное, но это еще и не все. На хлебе и воде, то есть на свете, воде и воздухе, образно говоря, далеко не уедешь. Для нормальной, полноценной жизнедеятельности растениям, кроме воды, углекислого газа и кислорода, требуется много других химических элементов. Азот, фосфор, калий, сера, кальций, магний, железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден. Азот в этом ряду стоит на первом месте не только потому, что его название начинается с буквы А, но и потому, что вместе с фосфором и калием относятся к важнейшим и нужнейшим для растений элементам, к жизненно важным. Азота нет в крахмале и целлюлозе, но не только же этими углеводными продуктами ограничивается синтез в растениях. Помимо углеводов, растения синтезируют аминокислоты, из которых образуются белки, нуклеиновые кислоты, различные ферменты и ряд других органических соединений, в состав которых входят атомы азота. Содержится азот и в хлорофилле. Удобрение почвы – это в первую очередь насыщение ее азотными солями. Принято считать, что в природе все устроено самым наилучшим, наиболее оптимальным образом. Эх, если бы так было на самом деле. К сожалению, иногда природа совершает досадные промахи. Нет бы устроить так, чтобы растения могли получать столь нужный им азот прямо из атмосферного воздуха, в котором этого азота аж 78%. Но вот фигушки вам. Кислород с углекислым газом растения из воздуха усваивают без проблем. А вот азот им нужен в виде ионов аммония NH4+, нитрат ионов NO3-, или амид ионов NH2-, то есть в водном растворе. И усваивают они его через корни. Потому, в каком именно виде в азотных удобрениях содержится азот, они подразделяются на три вида. Если азот содержится в форме аммиака, связанного с какой-нибудь минеральной кислотой, то такие удобрения называют аммиачными. Пример, сульфат аммония. NH4, 2SO4. Если азот содержится в нитратной форме, то есть в виде солей азотной кислоты, то такие удобрения называют нитратными. Пример, натрий ВСЛ, натрий NO3. Если азот содержится в амидной форме, то такие удобрения называют амидными. Пример, мочевина или карбамид. NH2, 2SO. Существуют также удобрения, содержащие азот одновременно в аммиачной и нитратной формах. Например, аммиачная селитра или нитрат аммония. NH4, NO3. Такие удобрения называются аммиачно-нитратными. Классификацию удобрений заучивать наизусть не надо. Она приведена здесь только для того, чтобы вы получили представление о многообразии азотных удобрений, а также о том, что любое азотное удобрение является довольно простым по своему строению химическим веществом. Посмотрите на формулы веществ, которые приведены в качестве примера. Они просты. А теперь мы подошли к самому главному. Производители органических растительных продуктов утверждают, что выращивают их на органических удобрениях. Объясните сами, почему в первом случае слово «органических» взято в кавычки, а во втором – нет. И потому эти продукты полезнее тех, что выращены на химии, то есть с использованием минеральных азотных удобрений. Там же нитраты. С ужасом восклицают продавцы органической картошки, указывая глазами на соседей, торгующих обычной картошкой. А наша выросла на навозе. И что? Такого вещества, как навоз, в природе не существует. Навоз – это продукт жизнедеятельности животных организмов, их экскременты, представляющие собой смесь различных веществ и живых организмов – бактерий, грибов, а иногда еще чего-нибудь. Если вы думаете, что корни растений всасывают жидкий навоз или, скажем, жидкий куриный помет, то сильно заблуждаетесь. Через поры корневых мембран в корни растений проникают водные растворы нужных растениям химических веществ. Азот в навозе содержится в виде различных соединений, которые под влиянием различных факторов внешней среды, в том числе и в результате жизнедеятельности ряда бактерий, распадаются, вступают в химические реакции и в конечном итоге образуют три вида азотосодержащих ионов, о которых было сказано выше. Именно эти самые ионы вместе с водой и всасываются корнями растений. То же самое происходит с фосфором, калием и всеми прочими химическими элементами. Каждый из них усваивается растениями в составе какого-либо конкретного иона, состоящего из одного или нескольких атомов. Растение не переваривает навоз для того, чтобы извлечь из него некий особо полезный азот или, скажем, кальций. Оно ждет, пока навоз во внешней среде превратится в то, что ему нужно, и тогда это нужное всасывает. Удобряете ли вы почву минеральными удобрениями или навозом, разницы никакой. В конечном итоге всасывается корнями растений одно и то же. Ион аммония NH4+, полученный на химическом производстве, и такой же ион, образовавшийся при перегнивании навоза, один и тот же ион, состоящий из одинакового набора атомов. Атомы, к счастью, еще не начали делить на натуральные и ненатуральные. Так что с точки зрения агротехники, а это таки система научных взглядов, органические удобрения никаких преимуществ перед минеральными не имеют. Органические удобрения не имеют никаких преимуществ перед минеральными удобрениями. Так что платить втридорога за продукт, выращенный на навозе, мягко говоря, нерационально. Скажу больше, преимущества имеют минеральные удобрения. Кому-то из читателей это утверждение может показаться кощунственным или ложным. Но на самом деле все так и есть. Преимущество первое. Удобство расчета количеств. Имея дело с минеральным удобрением, вы точно представляете, сколько чего вы вносите в почву и можете абсолютно точно рассчитывать необходимые дозы. Разные почвы требуют разного количества удобрений. Сорта растений и климатические зоны тоже имеют определенное значение. Удобрять нужно столько, сколько требуется. Что недостаток, что избыток удобрений плохо сказываются на растениях. Солить почву нужно в меру. С навозом этой меры никогда точно не угадаешь, поскольку без сложных лабораторных анализов, которых никто не делает, так как это непростое и дорогое удовольствие, точной концентрации азотосодержащих веществ азота в навозе не определишь. К тому же превращение азота в навозе по схеме азотосодержащие вещество, затем аммиак, затем нитриты, затем нитраты, схема предельно упрощена, но достоверна, сильно зависит от погодных условий и других факторов. Так что в случае использования навоза все делается на глазок. Преимущество второе. Стерильность. Преимущество второе. Преимущество второе. Продолжение следует...